С подключениями, Зерней. В продолжении темы метавселенной с прошлого видео мы решили рассказать тебе о субкультуре рандонавтов. Это ребята, в числе прочего, уверенные, что мы уже живем в компьютерной симуляции. И этому они все время ищут доказательства в окружающем мире. Термин «рандонавтика» появился в 2019 году с сложением слов «рандом» и «нафтика» и означает «случайную навигацию». А концепции философской составляющей движения были сформулированы чуть ранее создателями Fatum Project и чат-бота, который выдавал рандомные координаты для вылазок на поиски аномалий. Их идея опиралась на теорию хаоса, по которой, казалось бы, случайные события предопределены, так как зависят от исходных условий и следуют строгим физико-математическим законам. Проект был призван переломить судьбу, отправляя людей в случайные места навстречу хаотичным явлениям или же убедиться в существовании того самого Fatum Project. Позже, когда Fatum Project превратился в приложение «рандонавтика», концепцию случайных путешествий дополнена теория квантовой механики, известная как «эффект наблюдателя» и предположение исследовательской лаборатории инженерных аномалий Принстонского университета, что человеческая мысль может влиять на события в реальном мире. И это работает не как в книге «Секрет», что разочаровал, естественно, многих, но обо всем по порядку. Все началось с бота Шангрила в Телеграме. По команде он выдает координаты, ближайшие к пользователю точки интереса, которая выбирается с помощью квантового генератора случайных чисел. По крайней мере, так заявляют создатели бота из Fatum Project, но некоторые умники уверены, что там используется генератор псевдо-случайных чисел. Они применяются в криптографии и работают по детерминированным алгоритмам, что исключает из процесса квантовую руку блога и делает результат чуть более ограниченным. Тут ситуация как с игральными костями. Результат броска кажется совершенно случайным, но все же ограничен числами на грани. Тебе никак не выпадет 2,5 или 9,75. Также и у броска монеты всего 3 исхода, орел, решка и ребро, она не зависнет в воздухе. Тем не менее, со своей задачей бот успешно справляется, отправляет пользователей либо к месту силы, аттрактору, либо в неизведанную локацию, в Void. С Void, или говоря по-человечески пустотой, все просто. Это локации, через которые по приходи мироздания не пролегают привычные маршруты людей, поэтому такие места оказываются заброшены и представлены сами себе. Посетив пустоту, можно наткнуться на признаки урбанистического разложения, строительные пустыри, заросшие скверы, разрушенные игровые площадки и прочее. Атмосфера там соответствующая, гнетущая, особенно если попадается, например, рассыпающаяся арка посреди ничего или скрипящие на вертру ржавые качели. Но чаще всего в пустоте банально пусто. Поэтому туда стоит захаживать только ради эстетики... ээээ... дальностей. Ну или еще там можно попытаться убедить себя в том, что это разработчик симуляции, в которой мы живем, оставил локацию пустое для экономии вычислительных мощностей. А тракторы же интереснее. Это места, на которых наоборот свет клинам сошелся. Прям буквально. Как понятно по названию, аттракторы притягивают к себе все и вся. В математике динамических систем этим термином обозначают наименьшее множество, к которому стремятся все траектории. Например, в эксперименте с маятником Фуко аттрактором является точка его полного покоя. Маятник, не Фуко. Он покоится на кладбище Монматор, которое по иронии является аттрактором туристов. Так вот, рандонавтики вместо аттрактора притягивают маршруты людей, из-за переизбытка которых там появляются аномалии. Если опять же вернуться к аналогии с компьютерной симуляцией, то от перегрузки данными локацией объекты на ней начинают баговать. Предположительно, придя по указанным ботам координатам аттрактора, там можно встретить странных людей и животных или найти необычные предметы. Самыми неожиданными находками рандонавты делятся в тематическом сабреддите, который насчитывает почти 150 тысяч участников. Встретить можно, например, странные значки и надписи одинаковых или неподвижных животных, перевернутые объекты и так далее. Британская журналистка Темлин Маги во время теста бота обнаружила перед закрытым офисом бутылку писа мочи. И оказалось, что среди рандонавтов это ходовой мем, потому что London is the capital of peace bottles. Ну и тут мы подобрались к самой мягой рандонавтике, ее философии. Психологам известно, что в ходе жизни человек формирует ряд устойчивых привычек, которые также распространяются на маршруты его передвижения и принципы их построения. В результате мы редко отклоняемся от привычных путей. Ну, известная дом-работа-дом. А даже если отклоняемся, то все равно руководствуемся определенными установками. Например, выбираем освещенную улицу вместо темного переулка, даже если так дольше идти. Плывя по течению такого бытия, мы наблюдаем вокруг только привычные вещи и события, которые являются частью нашей жизненной рутины. Ничего нового, ничего удивительного, и хотя мир вокруг в действительности наполнил странностями и сюрпризами, мы с ними просто не сталкиваемся ввиду проторенности наших маршрутов. Или же не замечаем их за подсознательным набором ментальных фильтров, которые Тимати Лири назвал туннелями реальности. Журналистка Темлин Маги в обыденной жизни вот не сталкивалась с бутилированными сяками, хотя они разбросаны по всему Лондону. Впрочем, как и в любом другом мегаполисе, где-то больше, где-то меньше. Поговорилось, что их массово производят постоянные жители автомобильных пробок, так что для кого-то это такая жизнь, заставь лайк, если хоть раз писал в бутылку и пиши в комментариях, куда я потом делал. Ну а если серьезно, то бот-проект Афатум помогает рандонавтам исследовать окружающий мир за пределами привычной зоны комфорта, повернуть просто реки судьбы, покинуть свой туннель реальности, хакнуть виртуальную матрицу, называй это как хочешь. При этом концептуальная рандонавтика опирается на вполне научные теории и законы Вселенной, притягивает их за уши, конечно, для продвижения идей случайных путешествий, но все же. Так существование в нашем мире локаций пустот и аттракторов рандонавты поясняют на примеры треугольника Серпинского. Вкратце, если взять три произвольные точки и множество раз перемещать в пределах образовавшегося треугольника четвертую точку, на половину расстояния к одной из вершин, выбранных случайным образом, то со временем все местоположения четвертой точки образовывают вот такой узор. Как видишь, где-то концентрация координат четвертой точки выше, и при этом она никогда не попадает в центр образующихся треугольников. Короче говоря, наличие любого правила игры в теории хаоса формирует ограниченное пространство результатов. Рандонавты экстраполируют это на нашу жизнь и призывают хотя бы попытаться сама систему. Ну а если не получится, то всем станет очевидно, что все предрешено, вселенная детерминирована. Вообще, всеобщая цифровизация кого-то сбивает с толку, а кого-то наоборот дает больше информации. Что с ней делать? Лучше всего знает Data Scientist. Специалист в области Data Science строит на основе данных модель, которые помогают принимать решения в науке, бизнесе и повседневной жизни. И этому тебя могут научить за 24 месяца в Skill Factory. Профессия Data Scientist стала одной из самых актуальных за последние годы, и эта тенденция продолжается. Ведь угадывать, что хотят им могут люди, уже маратон. А вот выискивать те знания из информации модно и прогрессивно. После первого года обучения, ты уже можешь претендовать на позицию младшего специалиста, а поплатив еще год, ты уже настоящий мидл-спец с зарплатой в 250 тысяч родных рублей. Уроки в Skill Factory сопряжены с практикой. Все, что понимаешь в теории, закрепишь на практике машинного и глубокого обучения. Программа рассчитана на разные уровни погруженности, но для начала специальных знаний не надо. По ссылке в описании можешь посмотреть отзывы студентов и забрать скидку, и записаться на учебу. Надо, пора двигать, давай. Звучит это все, конечно, любопытно, но несколько сложновато для нормисов и подпевастников. Поэтому через год после появления чат-бот Fatum Project переродился в приложение Rondonafix. И оно стало главным летним приложением 2020, так как концепция случайных путешествий со свистом зашла людям в условиях глобального локдауна. Но запустил хайп случайный подозрительный чемодан. В июне прошлого года юный тиктокер под ником Ah Henry пошел с друзьями рондонавтить, и приложение выбило их на один из пляжей Светла. Там они обнаружили бесхозный черный чемодан и решили проверить его на наличие ценного содержимого. Вблизи чемодан смердел, а внутри оказалось нечто в черном пакете. Подрузки смекнули, что дело прям пахнет криминалом. И вызвали копов, которые позже подтвердили их догадки. Внутри были человеческие останки. История а-ля в черном-черном чемодане, в черном-черном пакете быстро разлетелась по международным СМИ. И так мир узнал о рондонавтике. А главное, они узнали в тиктоке. Ну и понеслось. Сейчас у видосов с хэштегом Rondonavtica полтора миллиарда просмотров. За полтора года с момента запуска приложения Rondonavtica в App Store и Google Play суммарно скачали 11 миллионов раз. И его продолжают активно устанавливать только за последний месяц более 270 тысяч скачиваний. При этом, как видишь на скриншотах, оно неплохо монетизируется, приносит создателям по 20 штук баксов в месяц. За Реал в приложении продаются жетоны для оплаты локатора. От 1 до 20 жетонов для поиска локаций разных типов. Монетизация была введена после прошлогоднего бума установок для оплаты серверов. И хотя создателей критиковали за такой шаг, с их стороны было бы грешно не подзаработать на хайп. И тем более, новичкам выдается 150 жетонов для старта. Более чем достаточно, чтобы побаловаться. Да и приложение. Простое и понятное. Жмакаешь на желаемое, получаешь координаты, а Google карты строят маршрут к точке. Что-то это напоминает. Тем не менее, в сторах у него посредственные оценки и достаточно негативных отзывов. Пользователи говорят, что Rondonavtica не работает, как и обещано. А обещано было то, что квантовый генератор случайных чисел, установленный в Австралийском национальном университете, через приложение приведет пользователя туда, куда он захочет. Для этого перед запуском нужно мысленно сообщить ему свое намерение. Короче, квантовый мистицизм во все квантовые поля. Для убедительности создатели приложения Rondonavtica ссылаются на эксперимент «Глобальное сознание», который уже более 20 лет проводят в Придцессском университете. Там исследователи собирают данные большого количества квантовых генераторов случайных чисел и выискивают аномальные показатели на момент мировых потрясений, вроде терактов и стихийных бедствий, ну или крупных общественных событий, типа чемпионата мира по футболу или Оскаров. Их цель – доказать, что горе или радость большого числа людей может влиять на поведение квантовых частиц в вакууме. В случае с Rondonavtica, если человеческий разум действительно может влиять на квантовые процессы, то намерение пользователя попасть в определенную точку или пережить конкретное событие должно воздействовать на квантовый генератор случайных чисел в Австралии и отразиться на выдаваемые им координаты для прогулки. И хотя идеологи глобального сознания признают, что случайные числа складываются в закономерность и шлесь ее специально придумать, для Rondonavtica это и является киллер-фичей. А уж найти скрытый смысл в происходящем на локации и интерпретировать найденные предметы можно под любое изначальное намерение Rondonavtica. Тем более, ученых уже два с лишним века занимает эффект наблюдателя, феномен, при котором фотоны ведут себя то как частицы, то как волна, в зависимости от наличия или отсутствия фиксирующего процесса оборудования. Нильс Бор даже посрался с Эйнштейном, когда предположил, что без наблюдателя фотоны существуют в квантовой суперпозиции, одновременно во всех возможных для них состояниях, а окружающая реальность представляет собой лишь вероятную формулу. Но с появлением наблюдателя появляется и конкретная реальность, в которой фотоны являются частицами. Короче, реальность формируется только в момент ее обнаружения. К слову, адепты теории о жизни в компьютерной симуляции среди Rondonavtica списывают это на подгрузку локаций, моделек и эффектов. В общем, Rondonavtica, и так обремененная околой псевдонаучными теориями, привлекла внимание широкой аудитории. Масло в огонь подливали СМИ, рассказывающие о необычных находках Rondonavtica, типа еще одного чемодана с телом, но на этот раз там тело помоложе. Или типа Rondonavt подумал о грустном, и приложение привело его к свисающей с потолка петле, типа такого. Ну и понятное дело, тиктокеры, дай бог им здоровья, нагоняли хайф, выкладывали фейковые видео своих приключений, как вот этот, где девушка снимает мужчину сзади машины на телефон, но камера на бампере его не отображает. Ну, липо же, да? Собственно, отсюда негативные отзывы о приложениях, разница между ожиданиями и реальностью. Хотели, оу, щит, и вы go again. А получили спрайтовый огонь и дождь, как в думе. Поэтому мы решили проверить, как приложение будет работать на человеке, который живет в информационном вакууме. Первая же вылазка нашего внештатного Rondonavtica вылилась в такой вот триптик. Осмелимся предположить, что им двигало подсознательное желание накатить, хотя сам он утверждает, что намерение было получить истинный рондонавтский экспириенс. Ну, может быть, это он и есть. По крайней мере, это похоже на то, что должна делать Rondonavtica. Человек посетил и осмотрел непривычные для него места, а через найденные там надписи с ним как бы поговорила вселенная. А вот судьба его туда привела через положение, или он, наоборот, заглянул за ширму детерминизма, это другой, все еще открытый вопрос. Одна из создателей Rondonavtica, Оберн Сальседа, говорит, что основная цель приложения – привнести новизну в жизни людей за счет случайности. По ее словам, изучение окружающего мира может отвлечь от повседневного образа жизни и помочь почувствовать себя счастливее, так как совершение чего-то действительно случайного открывает разум и высвобождает эндорфины. И это частично подтверждает исследование, проводимое в США с использованием GPS-трекеров и МРТ незадолго до пандемии. В течение нескольких месяцев исследователи мониторили передвижение участников эксперимента и соотносили эти данные с дневниками об их положительном или отрицательном эмоциональном состоянии. Результаты показали, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них больше разнообразия в повседневной жизни, когда они отправляются в новые места и получают более широкий спектр опыта. А на другом этапе исследования участникам сделали МРТ, чтобы зафиксировать функциональную связь между различными областями мозга. Оказалось, что участники с более устойчивой связью между гиппокампом и полосатым телом мозга, где фиксируют факт новизны, испытывали более сильную эмоциональную реакцию на схождение с проторенного пути. Собственно, неудивительно, что некоторым рандонактика пришлась по кайфу, ведь их искренне порадует даже найденная бутылка мочи, так как другие люди, увидев изнанку окружающего мира, разочарованно вернутся в свой туннель реальности и напишут негативный отзыв о приложении в сторе. Вообще, если отбросить в сторону возможность манифестации, намерений и прочий квантовый мистицизм, рандонавтика является современным продолжением практики Дрейфа, которую придумал французский мыслитель Ги Дебор. В рамках своей концепции психогеографии он изучал законы и взаимодействия географической среды на эмоции и поведение людей. Дебор писал, что люди легкомысленно следуют изученным путям к работе и к дому, к предсказуемому будущему. При этом они не видят неполноценности городов и думают, что и полноценность их жизни естественна. Так, чтобы вырваться из этих условий на поиски нового использования городского пространства и новых страстей, он предложил Дрейфовать. Суть Дрейфа заключается в том, чтобы бросить все насущные дела и отправиться с парой-тройкой единомышленников исследовать окружающий мир. От прознашатания такие прогулки отличают типа научный подход. Заранее назначается точка старта и продолжительность Дрейфа. Обозначаются границы и запретные зоны. Определяются алгоритмы выбора и смены направления движения. Во время блужданий по городу каждый участник Дрейфа документирует свои эмоции и идеи, формирует чувственное представление о пути и территориях, которые потом переносятся на психогеографическую карту. Короче, Дрейф – это про известное «потеряться в Париже». Андонавтика, по сути, предлагает то же самое, только упрощает процесс за счет приложения с геолокацией и генератором случайных направлений. Там даже есть раздел для фиксации своих наблюдений и лента с находками других андонавтов, которые при желании можно проверить. Такие случайные путешествия, если не обхитрят судьбу, то хотя бы подарят новые впечатления и немного эндорфинов. Даже если мы живем в детерминированной компьютерной симуляции, эмоции-то при нахождении ее багов настоящие, а может, это все действительно проделки квантового мира. В конце концов, у израильского физика Ашера Переса есть теория, что частицы в состоянии квантовой закутанности подвергаются воздействию решений из будущего, которая мы, кстати, смотрим с неугасающим оптимизмом, чего и тебе желаем. Желаем еще тебе поставить нам в палец вверх, в палец вниз. Мы тебе расскажем, сколько там пальцев вниз. Посмотреть на наши футболки и, естественно, прикупить их для себя или для близких на Новый год. Зайти к нам в Телеграм, потому что там новости и вообще достаточно весело. Писать в комментариях, что у тебя по кайфу, что не по кайфу. И ты потеряйся, но на следующей неделе найдись, чтобы мы здесь опять с тобой встретились и что-нибудь еще обсудили. Целую вашу мысль.